Всем привет, друзья! Это «Йога меняет жизнь» подкаст, где я приглашаю разных учителей йоги и задаю им вопросы в формате интервью о том, как йога повлияла на их жизнь. И сегодня у меня в гостях Ярослав. Здравствуйте, я Ярослав. Да, сегодня подкаст обещает быть особенно интересным. Мы будем много говорить о йоге, и я подготовила целый списочек интересных вопросов для тебя, так что давайте поскорее уже начнём. Для начала я хочу, чтобы ты просто познакомился с моими зрителями и слушателями. Расскажи, кто ты и чем ты сейчас вообще занимаешься. Меня зовут Ярослав Веяс. Я сейчас исключительно преподаю йогу, так получилось в моей жизни очень внезапно. С прошлого года это началось и до сих пор развивается такими какими-то очень семейными шагами. То есть случилось резко и стало набирать какие-то большие обороты. Мне вот очень интересно узнать именно твою историю. И давай вернёмся в прошлое и расскажи о том, как... У тебя есть машина времени. Класс, давай. Да, мы вернёмся в прошлое и ты расскажешь немножко о том, как ты вообще познакомился с йогой, в какой момент йога пришла в твою жизнь, какой жизнь твоя была до йоги и вот какой-то определённый момент, когда она пришла. Как это было? Расскажи. Да, у меня всё было очень просто. Ну, как просто? Меня, ну, с детства привлекали какие-то, знаешь, духовные поиски себя, кто мы, там всё такое. То есть даже в детстве был момент, когда я думал пойти в духовную семинарию на полном серьёзе. А в детстве-то на сколько в детстве? Ну, в детстве, в таком, знаешь, уже осознанном, то есть ближе к отрочеству, лет 14. Ну, это уже не детство, ладно, согласен. Ну, можно сказать. Когда люди ищут себя так максимально как-то включённых. И книжки там «Кости и плоть дзен» и «Дададу дзин» как-то тогда вошли в мою жизнь, плотно там остались. Но о йоге, там, ближе к 30, скажем так. Когда я подумал, что пора... Я искал себе физическую занятость. Я понял, что жизнь как бы жизнь с жизнью идёт. Я был музыкантом, я работал как музыкант. И в связи с этим у меня были мероприятия. В основном это были бары, рестораны, потом свадьбы. Я побыл какое-то время свадебным ведущим. То есть вот какая-то такая максимально как бы далёкая от духовности на самом деле жизнь. Да, можно сказать, очень далёкая, в принципе. Максимально удалённая. И мне просто захотелось какого-то спорта. И потому что я посмотрел на себя в зеркало и такой, ну, чё-то... Чего-то не хватает. Пора. Да, как-то, ну, ближе к 30 появляется, знаешь, такое. У мужчин особенно такой живо-о-о-о-о, и вроде как всё так потихоньку зависает. То есть изначально ты йогу рассматривал, в принципе, как спорт? Да я даже не йогу искал. Я занялся сначала типа тайским боксом. Такой был, я мужик, я пойду на тайский бокс. мне-то выбили коленку наверно тайский бокс не моё другим у меня у нас была репетиционная точка на канале грибоедово при исаакиевского собора и там какой-то момент появилась надпись йога и стрелочка я такой ну это стрелочка оказывает не путь в жизнь понимаешь причем но это такой был момент когда вот ты вот ищешь ты будешь ну блин что-то вот надо себя занять как ну вот что-то такое и о йоге я ну знаешь знал по фильмам что мы там я думу сядем будет раз на расслабоне все я пришел это казалось штанга йога шала там где преподают аштангу с утра до вечера то есть ты можешь прийти 6 утра можешь прийти до 9 вечера и тебе дадут аштангу я не знал но я ничего не знала йоге о стилях вода в этом во всем я просто типа туда пришел просто потому что увидел эту стрелочку да да и мне было недалеко то есть я мог переодеться на репточки и пойти на соседний там по проходу по коридору зайти на йогу меня это тогда привлекло своей как бы доступности и немножко смутило правда то есть ну тебе представляешь да штанга йогу да конечно то есть ты приходишь делаешь сурья намаскар и делаешь и тебе не дают следующие позы пока ты не ну не освоил предыдущие и я делал сурья намаскар где-то месяц но я был вообще деревянный то есть я там конечно если без подготовки без спорта до этого руками до пола надо достать вы чё тут и меня немножко смутило то что ну как бы я как спорту уже приближался и я такой я делаю бёрпи я делаю мать его медленные бёрпи я делаю бёрпи но очень медленно то есть вместо прыжков я почему-то отхожу назад у меня тут низкая планка и все так плавно и медленно и все так нагружает но я влюбился в йогу тогда то есть я тогда влёк свою первую шавасану и такой то есть прям первую шавасану ты прочувствовал вот я тогда то вот так ну понимаешь да то есть ну как сейчас с опытом понимаешь там индийские учителя они же почему давали стали загружать асанами западных людей считается что до этого основная практика была пранаямы то есть асаны давали как подготовку чтобы тебе было спокойно тело был достаточно тренирован что мог сидеть и заняться дыханием отсюда уже там пратихара и так далее ступени йоги то есть отрешиться от тела западному человеку сложно сидеть со скрещенными ногами но все мы не можем у нас мысли убегают мы сразу планируем будущее таки вот и мы сейчас встанем пойдем потом под это подделаем или наоборот мы вспоминаем вот я пока ехал в метро мне на ногу наступили были ты туда убегай чтобы добиться момента здесь и сейчас как бы асаны 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 все ты ты сдох шавасану поза труба ты лежи хотя бы какой-то момент все и ты не можешь да да так и наоборот ты можешь как бы и отключиться и включиться то есть у тебя не получается проваливаться куда-то его чувствуешь тело все ты не можешь уйти ты вот здесь как бы я вот вот это случилось и я такой ну все это мое да ты сказал что ты читал еще какие-то книги до этого как ты думаешь на тебя повлияли какие-то книги больше или может быть какой-то человек тебя вдохновил именно пойти заниматься йогой как-то повлияли на тебя ли это прям твое решение было какой-то Вот внутренний позыв или как? Ну вот йога это была случайность То есть это чистая случайность Потому что я думал, что йога мне поможет Скорее расслабиться Наверное так Ну помогло с одной стороны Человек, ну видишь, я говорю Я о йоге не знал ничего То есть я себе представлял буддизм примерно Ну как бы условно, дзен-буддизм скорее И все То есть восточная философия Так вот, очень общо В йоге меня привлекло то, что ты как бы Мне было бы скучно заниматься спортом Вот прям скучно Я пробовал, я себе качал какие-то программы Что-то там делал, попробовал ходить куда-то И ну прям не получалось А тут есть ощущение, ощущение, что ты Что ты, да, что ты чем-то, что это духовная практика И вот это прям Сильно держит Ты прям Воу, я приветствую солнце Ну то есть для тебя Это не казалось, ну вот допустим Даже на первом занятии это не казалось каким-то странным Ты наоборот был именно заинтересован в том Что это связано с чем-то духовным Да, да Потому что часто бывает, что люди воспринимают все-таки это как Какую-то активность, как спорт И вот эта какая-то эзотерическая сторона йоги Наоборот их отталкивает И когда вот ты говоришь, что первая шавасана была прям вот такой сразу же погружающей Это очень интересный опыт Потому что мне кажется, не у всех сразу это происходит Как бы, ну люди, даже если они уже лежат, они все равно не понимают Ну что такое шавасана, как это Когда вот нужно просто погрузиться полностью в себя в настоящем, вот в этом моменте И что-то, мысли какие-то идут И на первом занятии это все-таки редкость Слушай, ну не понимают, значит поймут Много людей есть так называемые вловки мастера Я о них сейчас расскажу Тот же Ингар, да, у него очень много про физический аспект Он прямо делал упор на то, что при помощи йоги вы поправите здоровье Вы там растянете мышцы, мускулатура будет сильная Суставы будут подвижны, там позвоночник Мы молоды, настолько, насколько молод наш позвоночник Вот это вот все И он же знал прекрасно, что йога, она сработает автоматически Ты занимаешься йогой, ты не можешь не прийти к духовной практике Это все равно духовная составляющая Это как электричество Ты включаешь телефон, ты можешь не знать, как он работает Он сработает сам Ты включаешь вилку в розетку любого прибора Тебе не обязательно знать, как это работает Вообще не важно Сработает Рано или поздно пришел за фитнесом, ушел духовно обогащенный Ну да, таких историй тоже много Оно включится, оно не может не включиться Только если ты сам как бы старательно закроешься Такой, не-не-не-не, мне не надо Ну так как бы пойдешь куда-нибудь в другое место Есть много прекрасных других занятий Ты еще упомянул, что твое тело было очень неподготовленным И прямо деревянным И вообще какой-то спорт был в жизни до этого Или прям какой-то период тело вообще было не готово к йоге Насколько, как бы ты это оценил? Да, ну и сейчас ты не очень готова Будем откровенны Да, я на самом деле Это очень важный для меня момент Мне кажется, что очень много в йоге Так называемой йоге Сейчас йогой же называют все что угодно То есть любая растяжка это йога Любое там стретчинг это йога Там врачи говорят Вот вы что-то там вам нужно поправить Идите в йогу, займитесь собой Йога не совсем об этом Случилось довольно недавно То есть я в йоге условно там с 15-го С 15-16-й год То есть там 6 лет условно Я помню каждый шаг То есть я не был к этому подготовлен Мой спорт был там какие-то, знаешь, танцы бальные В начальной школе там до 4-го класса Все В школе то, что у нас была физкультура У нас как бы физрук уходил, говорил Вы тут покидайте ноги Что-то такое Вот и весь спорт Да, я к спорту не был готов абсолютно Я помню все Я знаю радость, как ты достаешь руками С прямыми коленками Да, впервые в жизни Да, впервые в жизни Я не гимнасты, которые с детства Это очень круто Это я отдаю при всем уважении Но я прекрасно понимаю, что эти люди Им вот сейчас эту радость не донести до людей Что вот, это моя нога Я держу свою ногу Да, конечно, конечно Ребята, ничего себе То есть я поэтому, я помню каждый этап Я знаю там вот эти все подготовительные Потому что я их прошел сам Я сам выпрямил эту коленку Я сам там расправил плечи Да, это было не просто Это же был путь какой-то Ты прикладывал усилия там каждый раз к этой практике Чтобы достичь вот этого момента Поэтому я как бы вижу все эти формы в учениках И я знаю, что вот сейчас ты расправишь Ты потянешься грудью вперед Ты потянешься в нюбом коленке Потянешься вперед И у тебя все получится Да, каждый раз маленькая радость за каждого ученика Да, видишь, вот ты прямо понимаешь даже о чем я Мне еще очень интересно послушать историю о том Каким было именно твое первое занятие Ты сказал, что это была штанга Какие у тебя были вообще эмоции Вот как ты пришел вот на первое занятие Встал на коврик и как это было А я ничего не понимал, что происходит То есть, видишь, я шел на занятия Я почитал, что Майсор, занятие в стиле Майсор Оно индивидуальное для каждого Там нету группового, как бы в нашем, в классическом, в современном понимании йоги То есть, учитель не говорит А теперь все вместе поднимаем руки Теперь все вместе наполняемся То есть, каждый приходит, там есть последовательность И ты ее выполняешь в своем темпе, в темпе своего дыхания И я пришел, все уже что-то делают Здесь там такой же новичок стоит, который оглядывается И там чего-то поднимает, опускает, пытается вспомнить Там впереди люди на руках Какие-то ужасные формы Ну, то есть, все были на разный уровень Да, 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 абсолютно разный уровень Не знаю, ты не была никогда в Шале на Грибоедово? Нет, не была там еще Вот, там небольшое помещение, то есть, зал маленький Там, вот если широко стелить коврики То там ровно там на 9-12 человек, 4 если ряда Если совсем тесно-тесно, то, конечно, прям много То есть, такой совсем Майсор-стайл, как в Шале, в Майсоре Когда там все приезжают к Шарату и стелят прям коврик в коврик Там было довольно просторно И, ну, это действительно, я прям не понимал, что происходит И мне сказали сначала подышать Не помню, рассказывали про Уджай конкретно Или просто там, вот, последи за дыханием, там, замедлись И вот ты начинаешь, и он такой, тра-та-там, давай И я поднимаю руки, опускаю Что происходит? Почему все так медленно? Я не уверен, что я знал слово виньяса Но это движения, которые прямо, и они не заканчиваются Я что-то все делаю, делаю, делаю И вот это, кстати, наверное, меня ввело в какой-то такой, знаешь, монотонный ритм Который ты еще сам дышишь, сам двигаешься Ну, в поток уже вот этот, да Да, и вот эта любовь, ну, виньяса прям моя любовь Я несу ее с удовольствием всем ученикам, стараюсь тоже сделать так, чтобы было А у тебя были какие-то сомнения, что, может быть, что я здесь делаю? Это какое-то что-то странное? Может быть, это не для меня? Или тебе сразу понравилось? На первом занятии не было, это приходит потом Приходит потом, через какое-то время, когда ты уже практикуешь, практикуешь Я думаю, что каждому это знакомо У тебя случается какой-то такой момент А я просто еще не ходил в другие студии никакие Ну, до определенного момента И я что-то хожу, хожу Мне вроде дают, позы дают А потом в какой-то момент перестают давать И ты ходишь и ходишь, а ничего не меняется И ты уже такой, да ё-моё, сколько можно уже поднимать руки и опускать Да я бы уже Вот, то есть с таким столкнулся потом Вообще я с большой радостью Наоборот, знаешь, когда ты идешь Вот у меня такое есть правило Ты когда идешь куда-то на занятия, на любое По йоге, к любому преподавателю по йоге Там, не знаю, на ульрок кулинарии, на любой То ты принимаешь правило происходящего То есть даже если ты понимаешь, что что-то не то Наверняка у преподавателя есть для этого причина Наверняка он что-то, к чему-то тебя готовит Вот не зря выстроил вот так вот То есть у тебя вопросы могут появляться Но, не знаю, я доверяю людям То есть вот я когда иду на занятия, я всегда доверяю И туда я шел с таким настроением А что тогда показалось для тебя самым сложным на занятии? Да все То есть все было максимально непонятно? Может быть сложно было именно то, что тело не подготовлено Или именно погрузится? Слушай, нет, у меня был... Вот на первом занятии, если прям первое интересует занятие Для меня было максимально сложным все То есть с Уриной маскарой у меня была максимально сложная Потому что ты уже поднимаешь руки У тебя уже включаются там дельты, включаются Ты опускаешься, у тебя подключается поясница И я еще такой, типа, куда там тянуться? Ну, что, с ума сойти? Поднимаешь голову, не понимаешь, куда девать руки. У тебя еще пороги в спине вроде должны быть. А вроде и не должны быть, потому что это перенапряжение. Потом прыжок еще назад. А я же тщеславный человек. Мне хотелось прыгать назад, не отшагивать. Ты прыгаешь назад в эту четурангу. Каждый этап был сложен. Каждый этап требовал, прям челлендж был на каждом. Не было простого. Ничего. А как ты думаешь, что вообще тогда можно посоветовать? Новичкам, которые тоже только в первый раз пробуют. И как им не потерять мотивацию и все-таки продолжить заниматься? Есть люди, у которых прям глаза горят, когда сложно. Когда есть момент перелома. Люди же идут за разным вообще на йогу, в принципе. Есть один большой какой-то, одна, как мне кажется, большая причина, что мы хотим, вот мы все сложившиеся личности. Мы все, ну, дети редко приходят, да, в основном это уже взрослые люди, у которых свое представление о теле, вообще о строении мира и так далее. Но все хотят быть лучше. Иногда об этом забывают. Лучше мы становимся, когда мы что-то преодолеваем. Мы находим в себе какие-то качества, их прокачиваем. То есть йога, она про это, она не столько про тело, сколько про то, что ты себя преодолеваешь. Ты себя, пускай даже в какой-то момент, переламываешь и собираешь вновь лучшим человеком. Ты тренируешь здесь качество воли, мы там делаем по... Ты у меня только на открытом, да, была на йоге? Да. Мы в классе делаем проброс ног вперед по 5-10 раз за один подход. Да. И есть люди, которые все, не могу, сдаюсь, а есть люди, которых светится от раз голоса, они падают. И они улыбаются и радуются, потому что, ну, а где? Ты дома останешься, ты не будешь по 10 раз прыгать. Но есть этот челлендж, который нужен людям? Ну, некоторым. Практика не должна быть легкой. Практика никогда не должна быть легкой. Если ты хочешь легкую практику, ты можешь дома сесть, можешь что-то порастягивать, что-то поделать. Можешь даже на ютюбе включить любимого преподавателя, с ним позаниматься, в любой момент остановиться, сказать, ну, все, пойду, закажу в маке еды себе. На сегодня хватит. На сегодня хватит. Практика в зале, здесь преподаватель нужен для того, чтобы тебя нагрузить. И чтобы ты потом себе в конце занятия сказал за это спасибо. Ты закончила и такая, как было круто. Я сделала сегодня настолько крутую бакасану, потому что я не остановилась, я не сдалась, я не села на попу. Я доделала. У меня таз поднялся наверх, ножки оторвались. Все, я полетела. Каждый раз вот такое усилие, когда ты немножко преодолеваешь себя, это дает тебе какую-то вот как будто веру в себя, как будто вот это вот у меня получилось, значит, что-то еще может получиться. И ты можешь просто делать тогда все, что угодно в этой жизни, если ты хотя бы чуть-чуть вот тут вот постарался. Вот, это очень, вот супер мысль, очень крутая. Вот именно этим мы занимаемся на коврике. Мы на коврике тренируем ум и тренируем личные качества. Да, мы это делаем через тело. У тебя будет побочный эффект, шикарное тело, прекрасная растяжка, прокачанная мускулатура, здоровая нервная система и охренительная кардиосистема. У тебя будут здоровые сосуды, у тебя будет в прекрасном состоянии. Это побочные эффекты, это придет само. Но волевые качества ты тут прокачала, ушла с коврика и осталась с волевыми качествами. Все, это вот очень крутая мысль, и хорошо, что ты ее сама озвучила, что мне даже не пришлось этого делать. Да, ну, совместными усилиями. Я еще хочу с тобой поговорить на такую тему. Вот в йоге, в принципе, очень мало мужчин. И какой-то стереотип вообще существует, что, в принципе, йога – это скорее для женщин. И то, что на йоге никак мужчины не могут накачать себе мышцы. И как-то вообще лучше уж пойти в тренажерный зал, если хочешь как-то подкачаться. И как ты думаешь вообще, что лучше – тренажерный зал или йога? И вообще как-то можно мужчинам именно окрепнуть на йоге? Смотри, если тебе нужна, необходима мышечная масса, ты хочешь стать качком, вот, ну, реально, просто как-то руки басучи. Хочешь накачать – иди в тренажерку. Да, пожалуйста. Почему бы нет? Все те же волевые качества можно прокачивать не только егическими асанами. Почему бы нет? Простор для творчества огромный здесь. Ты можешь подходить к практике в зале, как к духовной практике. Создавать намерения, работать с дыханием, пронояма, работать с точкой фиксации взгляда. Я сомневаюсь, что люди в тренажерных залах этим занимаются. Но это возможно. Да, это возможно. У меня… Это скорее комплексно тогда уже должно идти. Во время поиска в себя я проходил инструкторский тренинг по… Специальность была «тренер тренажерного зала» или «тренажерного зала». Интересно. Да. Я его прошел. Это был мой первый… Я тогда решил, что типа, что я пойду в тренажерку? Там нужно тренера нанимать. Ну, типа, просто так не придешь, не начнешь ганты лежать. Я всех обхитрю, обжулю, стану тренером сам и сам себя буду тренировать. Вообще не проканала. Ну, не знаю, мне не понравилось. Ну, прям не мое. Но я за то, что всем… Вообще, как бы, гендерные стереотипы большая сейчас, конечно, тема. Да, мне очень интересно, почему вообще в йоге так мало мужчин. Мне кажется, как раз-таки из-за вот этого стереотипа, потому что людям, ну, мужчинам кажется, что это как-то может быть не для них, потому что это слишком неспортивно, так сказать. Йога может быть очень спортивной. Там можно найти силовые абсолютно варианты. То есть там та же аштанга, все ее производные, современные, адаптированные. Какой-нибудь пауэр-йога. Да там вообще такое напряжение, что, мне кажется, это похлеще, чем в тренажерном зале иногда бывает. Там есть над чем работать. Там есть куча балансов на руках, где ты стоишь в бокас, не начинаешь отжиматься, выходишь в стойку на руки и так далее. Да, да, это просто так без мышц ты с этим не справишься. И постепенно, приходя к этому, ты все-таки все равно накачиваешь себе мышцы, мне кажется. Есть, смотри, есть очень большой ряд стереотипов. И у мужчин, и у женщин, и в нашей стране, и не в нашей стране. У нас это еще, ну типа в Петербурге не так сильно выявлено, у нас все как бы свобода нрава. В какой-нибудь глубинке сказать, что ты собрался на йогу, сильно сомневаюсь. Я поэтому и думаю, что может быть мужчины просто боятся того, что вот как-то это со стороны не по-мужски что ли выглядит. Ну это глупо, конечно, это стереотипы, но это ведь так и есть получается. Есть такая проблема, она есть, причем йога, как все знают, изначально мужская практика, разработанная мужчинами для мужчин. Да, вот и это максимальный абсурд. Для девушек там есть ряд прямо при противопоказаниях, которые еще нужно озвучивать каждый раз. И ну мы только можем со своей стороны менять эту картину и все. Да, и меня всегда очень радует, когда вот именно мужчины, учителя, они стараются максимально привлекать именно тоже к своим практикам мужчин. Потому что все-таки хочется, чтобы это было для всех, а не просто только для девушек, которые хотят как-то йогой заниматься. А все-таки можно же и мышцы получить, и силу, и выносливить. И опять-таки я вот как раз сегодня была на хатха-йоге, и там учитель сказала очень интересную вещь, когда мы стояли вот такой асане, когда нужно поднять и ноги, и таз. То есть она говорила, что к ней приходили мужчины, у которых были накачанные руки, и они как раз-таки поднимались плечами. А здесь работа должна быть пресса. И пресса не который вот как бы какой-то внешний, который накачан вот в этом тренажерном зале, а именно кор, который внутренний. И он может быть задействован только благодаря вот йоге, потому что ты должен понимать, что ты напрягаешь именно вот эту мышцу, а не просто руками поднимаешься. То есть все-таки даже если человек занимается в тренажерном зале, эти мышцы, они как будто бы есть, но их как будто бы и нет, потому что они работают совершенно по-другому. В йоге у человека может вообще не быть вот прям ярко выраженных мышц, но он может быть таким сильным, что вот он там перевернется на руки, потом перевернется обратно, и все это не касаясь пола. И все равно очень легко можно быть вот сильным, если ты правильные мышцы задействуешь, переносишь в правильные места свое внимание. У меня, кстати, ты спрашивала про людей, я не помню, были ли это конкретные люди. Я в одно время, как раз когда вставал на путь физического, духовного развития, посмотрел, как выглядят в старости качки и как выглядят йоги. И я, ну поскольку заглядывался в сторону Аштанги, посмотрел там одних из первых учеников Потапхи Джойса западных, и они очень круто выглядят. Вот они не накачаны, у них нету таких там мускулатуры, но они в отличной форме. А качки часто, вот ты прекращаешь этим заниматься, и в очень плачевной форме приходят и руки, и мышцы, и все остальное. То есть либо прямо себя нужно постоянно уже, не знаю, мне сложно наблюдать с этими формами. И опять же, про мышцы и силу были у меня студенты, ученики, которые накачанные люди, и они прямо не могут руки вверх поднять, ну не могут, у них не сходятся там лопатки, у них перекачано все, из-за гипертрофии мышц. Это уже неестественно, как будто бы. Это неестественно, они просто не могут, то есть все, неограничено. Вот до сюда руки разводятся, выше никак. Вот здесь вот как бы трапеция раздутая, здесь раздутый дельта, раздутый трицепс, все. И никак. Это вот катасана у человека, вот вместо вот такого положения он вот так стоит. Ну да, это уже как-то неправильно. Не знаю. Каждый, опять же, убирает свой путь. Я уверен, что при помощи тренажерного зала, при помощи накачивания можно создать себе здоровое тело. Конечно, это тоже спор. И все остальное, конечно. И при помощи йоги можно себя куда-нибудь упахать, травмировать. С остальным. Да, ну покалечиться можно и там, и там. Для парней. У меня даже была идея. Я, видишь, поскольку преподаю я не так давно, я не успеваю просто делать все. То есть я сейчас, у меня все силы направлены на хиппи-флоу, на мой авторский стиль. То я просто не успеваю остальными проектами заняться, чтобы прямо их развить. Просто потому что меня на это не хватит. Есть идея сделать там мужскую йогу. Прямо собрать группу парней, чтобы, во-первых... Это очень крутая идея. Чтобы было, ну не то, что я приду, там, девчонки в лосинах, все будут недо мной ржать, а я там буду стоять. Вот так вот все делать, а они смотрят. Вот, чтобы вот без этого, вот прямо, чтобы мужики могли приходить, заниматься йогой. Да, это очень круто. Это очень круто. Вот, как по мне. И там есть чем заняться, и снимутся вопросы о том, что ее не растянут, и растянемся, и мышцы накачаются. Ну и все-таки для мужчин асаны по-другому. Ну, все-таки некоторые, вот как ты говоришь, для девушек всегда нужно что-то упоминать. Мужчинам все это не важно, не нужно. И как-то все по-другому будет направлено. Ну, у нас свои сложности. Там тоже есть о чем упомянуть. Да. Ты вскользь упомянул о хиппи-флоу. Вообще расскажи, какие твои любимые направления в йоге. В принципе, ты пробовала штангу, может быть, ты что-то еще пробовал. И как вот появился вообще тогда хиппи-флоу? Вот как раз хиппи-флоу был рожден, я в прошлом году, на титчерс-курс в ход йоге 36. И мы там, у нас было одно занятие, то есть у нас было много практики, и были такие теоретические занятия, в том числе одно из них по поиску себя и какой-то вот своей личности в йоге, по прокачке. И мы там выписывали как раз, что нам нравится в йоге, там стиль, направление, может быть, там, что-то, не знаю, йогу для мужчин хочу есть. И с другой стороны выписывали то, чем нам, в принципе, жизнь занимает, нравится заниматься, там, играть на гитаре, слушать музыку, смотреть кино. Классно, это прям такое упражнение было. И потом стрелочками это соединяли. И в какой-то момент, вот как бы вот это соединилось, мне очень нравятся динамичные направления. То есть вот аштанга, моя первая любовь в йоге, потом я пробовал, ну вот все производное, то есть виньяса, это то, что за штанги взято, и там виньяса, виньяса-флоу, все, где флоу, все, где через потоковость соединения дыхания и движения, меня очень привлекает. По-моему, это самый правильный способ заниматься йогой. Там много споров по поводу происхождения аштанги и самой системы, но считается, что был трактат йога-карунта, где одна из важных фраз, которую упоминал и Кришна Мачаре, и упоминал Патапхи Джойс, те, кто создал аштанга-йогу, о йогина не совершаешь асану без виньясы. То есть все асаны соединены виньясами. Во штанга-йоге есть счет, то есть ты на один поднимаешь руки вверх, на два опускаешь вниз. Там и в триканасану ты входишь точно так же, на один ты делаешь широкую стойку, на два ты опускаешься в триканасану на одну сторону, там дышишь, на три ты поднимаешь. Ну, то есть там везде-везде прям выстроенный поток. Вот это вот виньяса, это центр практики хиппи-флоу. То есть вот мы все делаем через движение. Я, как ни странно, все новое, хорошо забытое, старое. Я на каждом занятии говорю, что, как все учителя в этом мире, говорю, что хиппи-флоу – это самая традиционная йога. Это вот самая настоящая йога. Я тогда ее придумал на занятии, как бы вот уже почти год назад. То есть, наверное, это было во второй части, то есть зимой. Полгода, год назад. И потом полгода я ее доводил до ума. Я искал то, как занимались йогой в 60-е годы. То есть, слава богу, тогда уже были печатные книжки. Тогда Эйнгар в 76-м выпустил книжку «Light on Yoga». Как по-русски? «Свет жизни йога». Я на русском просто не читал. Выпустил Эйнгар книжку, вышла книжка по Тапхи Джойса «Йога мало». И стали появляться письменные источники и описание форм. Стали появляться фотографии, и все стали фотографировать, как они занимаются йогой. Появился, слава богу, съездила группа Битлз в Ришикеш, позанималась у Махариши Махеш-йога, вернулись и привезли йогу. Все такие «воу». Да, мне кажется, это переломный вот такой момент, да, на Западе был. Ну, до этого, естественно, приезжали с йогой. И в Россию приезжали, и в США. Это все-таки Битлз. Да, а тут типа Битлз. Да. То есть до этого это какая-то такая оккультная история сектантская. Вроде ты ради здоровья что-то делаешь, а вроде там что-то поют. Как ришноиты по улицам ходят. Никто же это всерьез не воспринимает? Ну да. Не воспринимает, если никого не обижают. Ну вот примерно на таком уровне относились к йоге. А тут как бы Битлз занимаются, плюс там движение хиппи, долой войну, война во Вьетнаме, все вроде как за мир, ищут себя, какой-то вот поиск внутреннего мира, находят йогу, ищут через йогу себя. Понятно, что тогда были какие-то вещества, как раз там изобрели лизергиновую кислоту, все улетают в какие-то состояния и так далее. Йога этому только способствует. То есть вот какой-то такой момент поиска себя, он заложен в хиппи флоу по той причине, что мы еще занимаемся под плейлист как раз тех музыкантов, которые в тот момент занимались йогой. То есть вот как раз, если это Битлз, то это Битлз, момент там 67-68 года, когда они вернулись, Роллинг Стоуз примерно того же, тоже есть фотки, где Мик Джаггер стоит на голове, где вот это все, Боуи. В общем, они все занимались йогой, они все достигали каких-то состояний условно, и все это, ну, естественно, музыка отражает все, что с тобой происходит. Если ты пишешь песню, ты не можешь песню писать как кто-то другой. Ты пишешь песню от себя, даже если ты, ну, вот в любом случае, если ты позанимался йогой и пошел написал песню, ну, это отразится на музыке, это не может не отразиться. И, собственно, плейлист играет важную роль тоже в этой музыке, в этом стиле, потому что мы прикасаемся к тем состояниям, в которые входили музыканты, да? То есть ты смотришь на картину Пикассо, и он тебе в обход эмоций сообщает прямо вот в мозг какую-то информацию. Да, через музыку это все очень сильно всегда чувствуется. Да, даже если фоном оно идет, оно все равно оказывает на тебя влияние. Да, да, я полностью согласна. В 60-е, когда они этим занимались, не было там музыки New Age, каких-то вот этих электронных битов, они не могли под это заниматься. Все, потому что сейчас ведется йога, ну, ее не существовало тогда. То есть... Они писали от сердца, от души как. Ну, да, и смотришь какие-то фотки архивные, и видишь, всегда там сидит с гитарой волосатый чувак, играет что-то, все там йогой занимаются. Или вот как раз ты была на Елагином острове, там была идея в том, что был фестиваль Woodstock. Кстати, вчера была годовщина. Фестиваль Woodstock вот в эти дни он проходил. Круто. В середине августа с 15-го по 17-го. Три дня, которые считаются, три дня музыки и мира, которые поменяли мир. Самый большой фестиваль того времени, куда приехали самые значимые музыканты. И там соседние, вот основная сцена, где играет там Дженнис Джоплин, допустим, в это время на соседней поляне люди занимаются йогой. Вот есть прямо фотоархив, хроники этого. Круто, что все это есть, вот эта вся история. То есть вот, но это уже не древний мир. То есть я восстанавливал практику по существующим уже архивам. И идея была вот как раз на Елагином острове, что как будто там на соседней сцене играет Дженнис Джоплин или там Джимми Хендрикс, а мы здесь на соседней занимаемся йогой. То есть как раз я поставил вот эту музыку, которая там была. Вот так, где-то на заднем плане. Да, и мы здесь, значит, максимально это восстанавливаем. Да, в этом есть какой-то момент ролевой игры, что вроде как что-то ненастоящее, но по большому счету это та практика, которая пришла из Индии в то время. Учителя стали приезжать и давать ее вот в том виде. Я постарался ее максимально сохранить и донести. Да, это очень круто. Мне очень нравится вообще, что ты именно так решил к этому подойти. Потому что, честно говоря, вот я буду честной, я об этом всем вообще не знала, как это все было. И когда я узнала всю вот эту историю и сходила именно на вот эту практику, мне настолько понравилось. Я начала больше еще об этом узнавать. И это так круто, что ты вот доносишь это именно с такой точки зрения, что как бы это все истории, это все были таковые истоки. Поэтому я вообще в восторге была от практики. Поэтому хиппи-флоу это очень уникальная практика, мне кажется. В последнее время появляется все больше всяких модных и новых направлений йоги. Ты, кстати, немножко тоже об этом упомянул. И они вообще уже далеки от вот именно истинной йоги, вот какой она была раньше. Что ты вообще думаешь на этот счет? Вот, допустим, даже горячая йога. Ну и также растяжки все эти, которые тоже называют йогой. Что ты думаешь по этому поводу? Горячая йога – это моя вторая любовь в мире. Я готов ее защищать. Нет, я согласна, я тоже люблю, но просто это уже немножко ответвления какие-то появились, которые от истинной йоги, как она была в Индии, уже очень далеки. Смотри, горячая йога появилась следующим образом. По крайней мере, как сам Бикрам, есть такой основатель йоги, его именем названо направление. Собственно, он пытался его запатентовать, но выяснил, что запатентовать последовательный асан, который по пять тысяч лет, очень сложно. Он такой довольно спорная личность, очень крайне спорная. Вот это мы его и любим в мире йоги. Он сделал следующее. Он сказал, вы знаете, почему у вас не работают асаны? Потому что у нас в Индии, где это все создавалось, температура 40 градусов практически круглый год, 30-40, и влажность 40%. Делайте при такой температуре телесные практики, и у вас все сработает как надо. То есть, по большому счету, опять же, это скорее откат к тому, как йога создавалась. Понятно, что в позу лотоса индусам, для них это поза для медитации, не потому что они хотели загнуть максимально ноги себе куда-то. У них нет стульев. То есть, ты поедешь в Индию, там очень редко кто-то за столом обедает. Там накрыты те самые скатерти, ты спокойно в позе сидя ешь. Естественно, у тебя бедра раскрываются по-другому, чем у нас. Они все время в закрытом состоянии. И так далее. То есть, есть адаптационные позы, что, ну, не знаю, если ходить на йогу раз в неделю, допустим, ты офисный работник, у тебя есть один вечер, час на йогу, ты пришел, естественно, ты смотришь, там все себе колени куда-то ноги закидывают, да ты себе просто сломаешь. Еще если зал горячий, то есть возможность, что ты что-то подтянешь хотя бы. Ну, вот что-то сработает в теле, что-то отблю. Ну, и второй момент про разные направления и стретчинг. Да, вот насколько вообще важно поддерживать именно вот эту аутентичность в йоге, вот быть, знаешь, таким true-йогом, который вот и пранаямы делает, медитации делает. Или можно все-таки йогой заниматься? И вот я думаю, многие, кто смотрят, слушают, может быть, тоже не хотят погружаться в какую-то вот спиритуальность, эзотеричность, им это совсем не интересно. И важно ли вообще вот именно аутентичной йогой заниматься, какой она была? Я считаю, что аутентичную йогу важно сохранять. То есть важно знать, что она где-то есть и что ее кто-то передает дальше. Это самый важный момент, просто чтобы сохранить. Я, как аштанга-сектант, утверждаю, что... Ну, просто это единственное сейчас, на данный момент, мы оставляем в стороне средневековые тексты, там, хатха-йога прадипика, где, естественно, не было этого всего. Из до нас дошедших Триконаса на первый раз упоминается Кришномачарей в 1934 год. До этого упоминаний письменных о ней нет. Многие этим как бы спекулируют и говорят, что ну, это он придумал Триконаса. Придумал он ее или нет? Сильно вряд ли. Как бы вряд ли. Вот, я исхожу из того, что это традиционная практика. Она тебя готовит идти дальше. То есть она разбита специально на несколько частей. Для того, чтобы ты первую часть, она называется йога-чикица, приготовила тело. Вторая часть называется Нади Шотхана. Ты готовишь нервную систему. Если тело не готово, то ты не можешь приступать дальше. Просто, ну, тебя разорвет. У тебя нерв... Понимаешь, у меня были моменты, но абсолютно серьезные. Ты делаешь последовательность. Я потом очень боялся. Я прямо не мог заниматься йогой. Мне начали приходить, знаешь, как на психотерапии. Образы из прошлого. Какие-то моменты, которые ты уже забыл. Это именно время штанги. В теле, да, они в теле застреют, и ты делаешь йогу, а потом такой бам-бам, и у тебя там слезы пощекают. Ты такой, нет. Да, я знаю, я тоже с таким знакома. Это особый момент. Вот. Они же возникают. Почему? Ну, то есть там древние объясняли тем, что у нас есть в теле санскары, следы там и прошлых жизней, и наших прошлых действий, там, кармические какие-то якоря. Прямо вообще практики йоги, ты их как бы достаешь. Ты расправляешь, ты от них освобождаешься. То есть при помощи йоги мы освобождаемся, там, от кармического опыта, пускай, это эзотерика. Физически у нас нервная система в теле. Ты от рождения до этого момента, все, с чем ты сталкиваешься, все, в любой момент, у тебя оставляет след в нервной системе, нервная система внутри, в теле. Ты при помощи йоги расправляешь тело, у тебя расправляются там нервные печенья, иннервация позвоночника, все начинает работать. Естественно, у тебя воспоминания начинают всплывать, просто потому что, ну, они там застряли. у тебя бац радость печаль где-нибудь в лодыжке на полном серьезе то есть там нервное окончание ты не знаю в детстве тебя машина чуть ли не сбила допустим там пап ты отпрыгнула у тебя свело ногу все ты потом ходишь у тебя при любом этом самом сводит никто ничего не может сделать ты бац позаняла на полном серьезе позанималась йогой вспомнила этот момент прожила потому что это там было в пять лет тебя отпустила очень грубые да да это утрировано но все равно потом это не что скажет она либо в тебе находится либо ты выпускаешь наружу точно так же психоанализе нам же достают из тебя и воспоминания состояния здесь то точно та же работа если ты не готова к этому то ну в медитации ты будешь либо ты себя напугаешь и вот ты себе понапридумываешь я говорила то есть нужно подготовить за этим делаем асаны делом пранаяма для этого нужно аутентичная йога для того чтобы подготовить себя каким-то другим аспектом есть другие варианты есть встречи знаешь что тебя плохая растяжка идешь на встречи прокачиваешься просто нужно понимать что есть йога есть физкультура давай еще поговорим о медитации что вообще для тебя медитация и важно ли медитировать если ты занимаешься йогой у меня отношение к медитации спорная она не популярная йога кругах тех кто у нас есть основополагающий трактат называется йога сутри патанджали патанджали это автор он написал йога сутри то чего мы сейчас отталкиваемся до него понятно были другие источники начиная там супа нишад хагавадгид и прочим он сформулировал несколько постулатов там их около двух там есть определение йоги и в том числе медитации то есть там есть восемь ступеней последний ты из которых как раз себя ведут к освобождению слово медитация на больше западные там-то называется тхарана и тхьяна тхарана ты направляешь свое внимание на какой-то объект то есть ты вот смотришь на дерево если ты длительное время удерживаешь внимание этот тхьяна по большому счету это медитации уже следующая стадия это как раз объединение то тут бац лучшие случилось йога с амадхи ты соединилась вот со своим внутренним я со всем всевышним и вот со все полное объединение растворение вот как бы происходящее но как бы это уже наверное не медитация следующий поток куда мы грубо говоря стремимся при помощи медитация это направленный поток концентрации внимания абсолютно ты правильно сказал конструю снимание можно на чем угодно ты выполняешь медитацию там тратаку на свечу ты концентрируешься на огонь волняешь на игру на гитаре ты медитируешь на игру на гитаре почему бы нет там тоже куча способов на что можно медитировать причем патанджири говорит что вот если ты направляешь внимание там на макушку тебя одни способности появляются куда-то там другие медитировать потом и говорит что медитировать можно ну в принципе на любой объект не обязательно собственно что у нас есть в йоге у нас есть наши ключи в каждой позе у нас есть банки замки мула банка основной наш замок у деяна банка джон кара банка в каждой руке ты тоже можешь выбирать себе точку на ладони что в триканаса не за ней следить что вирабадраса не следить за ладонью пожалуйста вот тебя куча куча времени за кончиком носа следить за районом межбровидности вообще выбирай опять же да это дрифти уже направление взгляда то есть у тебя здесь замки здесь взгляд здесь у тебя дыхание там уджай или какой-то выбрала способ я даю уджай и потому что это рабочий физический способ можешь лить за дыханием вот у тебя 90 минут практики следи за дыханием а как ты практикуешь медитации что ты вообще посоветуешь новичкам я практикую динамическую медитацию только только таким получается способ получается только таким я смотри есть еще высказывание бикрама вот я тебе могу протестировать книгу он как раз на эту же тему пишет довольно грубо и говорит что медитация как бы все привыкли что ты должен сидеть в отдельном помещении зажечь благовония включить себе духовную музыку обложиться цветами не как-то значит прикрыть глаза там спокойно медитировать и он следующей строке пишет что тебе такая медитация ничего не даст кроме огромной жопы и ленивого тела это это цитата что гораздо сложнее медитировать находясь в машине или в пробке там сигнале кому-то или во время движения попробуй тогда сохранить ясность ума направленность внимание концентрацию это же гораздо ценнее надо или во время практики бикрам йоги когда ты знаешь последовательность это тебя даже может вообще не отвлекать да то есть все кто практикует бикрам там 26 поз ты за месяц если каждый практикуешь ты их выучишь наизусть все они с тобой останутся навсегда все работать над медитацией работы над направленным вниманием работы над тем что тело тебя уже не отвлекает и движешься как бы движешься входишь глубже в позу следишь там за дыханием вот момент медитации вот когда она прямо супер ценная я такую медитацию советую ну да честно говоря я тоже согласна потому что все таки вот так просто сесть и смотреть на что ты даже не смотреть закрытыми глазами когда ты в принципе не понимаешь что нужно с этим делать и что считается правильным а что неправильным у людей всегда какой-то ступор возникает а все-таки в движении ты можешь переключить свое внимание достаточно просто давай еще поговорим о курсах я знаю что ты проходил очень много разных курсов не очень много хотя бы немного и как ты считаешь вообще важно вкладывать свои деньги именно в курсы или можно как-то самостоятельно это все изучить потому что насколько я поняла ты тоже и и книги и все это изучаешь по большей части все-таки самостоятельно стоит ли вообще деньги вкладывать курсы они сейчас их очень много они все дорогостоящие все такие зазывающие интригующие вроде бы хочется больше больше как ты думаешь это стоит того или или нет я считаю что во первых в йоге есть такая вещь называется парампора это прямая передача знания от учителя к ученику то есть есть в каждой из традиций есть условно основатель какой-то возможно книга вариант который они придерживаются еще что-то но естественно гораздо цене это когда есть человек которому ты можешь в любой момент написать позвонить сказать прийти на занятие спросить как ты считаешь причем от любого вопроса начинает физического почему у меня рука не поднимается или что такое истинный путь когда есть такой человек это чем раз в чем смысл жизни да почему бы нет учительство это супер важно если ты находишь человека которому ты прям доверяешь в этом плане это супер важно и на такое не жалко денег я недавно как раз прошел цифровой курс цифровой который стоил примерно как он западный американского преподавателя барон бептист его зовут барон баптист и по стоимости это было как годовой курс там у фролова то есть тебя в россии санкт-петербурге будут год учить луч топовый лучший преподаватель который объясняет лучше всех с медицинской анатомической точки зрения йогу и динамику и как она стоит того да конечно стоит но ты прикасаешься к тому что человек вырабатывал годами но сейчас такая тенденция что ты что во что-то неделю погрузился ты уже можешь в интернете в инстаграме создать у нас марафон настолько каких-то таких левых людей очень сомнительный этот вопрос какие курсы являются хорошими здесь все-таки нужно сразу обращаться сразу обращаться вот каким-то вообще не сомнительно не сомнительно ты прямо с первых минут понимаешь что что вот это правильно вот это нет либо посмотри как это все выглядит если это похоже на йогу круто ну то есть у меня например я в прошлом году мне отменилась такие планы очень крутые должны были приезжать до должны были при прилетать прямые ученики по тапке джойс человек который оставала штанга йогу должен прилетать эти штерн я в итоге тоже прошел его интернет по-русски сказать онлайн онлайн его онлайн курс до просветить диджи рокор я все ты цифровой и прошел его онлайн расскажи вообще в какой момент ты понял что ты хочешь именно пойти на курсы обучиться на учителя и вот стать учителем ты же вроде бы только начал сам заниматься и вроде бы только что-то начало получаться как это случилось но видишь пошел учиться уже когда когда начало получаться и пошел учиться знаешь почему потому что все больше людей стало спрашивать но йога а куда пойти позаниматься я такой ну пойдем там отведу и йогу я могу им дать ну уже какой то есть я этим начал заниматься когда такой типа вот уже наверное могу дать самостоятельно там что-то получилось так что я еще не до проходил teachers курс а меня позвали в аштанга йога-центр где я сейчас преподаю хатха йогу позвали преподавателя то есть но как-то как-то это само случилось я бы не сказал что я прямо не знаю я шел на курс зная что наверное да я бы хотел бы преподавать и курс стал вот хоть йоги прямо переломным для меня моментом когда я понял что да это круто это моё я могу и причем я могу именно знаешь дать что-то такое чего остальные не могут дать то есть у меня есть понимание вот как месседж что у меня есть свой месседж я донесу не только йогу структуру и там физические упражнения я донесу мысль что людей это очень круто что ты это так прочувствовала и что все само получается получилось так как и должно быть и это и есть показатель того что ты как бы на правильном пути потому что раз все карты так легко складываются что тебя сразу же пригласили люди спрашивают интересуются значит ты на своем месте ты делаешь то что ты должен был делать если особенно ты себя внутри чувствуешь как ты реализуешь свой потенциал это так и должно быть таком случае но это радостно это приносит мне кучу радости и действительно почему-то складывается чуть не впервые в жизни без какого-то такого знаешь прямо усилия надо да как будто все само к тебе я очень этому радуюсь очень круто благодарен происходящему подкаст вообще называется йога меняет жизнь давай вообще поговорим о том как изменилась твоя жизнь после того как ты начал заниматься йогой и что вообще стало меняться самого начала какие самые главные изменения произошли да у меня жизнь полностью поменялась ну то есть вот как я самого начала сказал у меня в этом много опять же спасибо карантину да удивительно что очень много людей именно начали развиваться в йоге благодаря карантину и я очень часто уже слышу такие истории это круто я прям очень вдохновляюсь у нас у всех было много времени посидеть наедине с собой обдумать вообще что принято в жизни и ну понятно что там в предыдущей профессии ну как я ее не оставляю я когда меня зовут там выступать на мероприятиях я выступаю но у меня сейчас нет опять же там потоковости такой каждый день едешь куда-то с гитарой где-то каждый день выступаешь это нужно накапливается все это кажется что веселая работа нам ну многое много сложности в этом деле и в том числе какая-то знаешь самореализация когда ты себя видишь творцом музыкантом у тебя есть там любимые стили а в итоге все заканчивается тем что ты поешь иванушек international да это самое обидное и все остальное вот и это все копится 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 в йоге я решил что я буду максимально честным то есть опять же у меня не будет компромиссов то есть если меня куда-то позовут вести что-то там но скорее всего я просто не буду это делать я буду делать то что я верю то есть у меня что у меня поменяла йога что-то меня во первых я в лучшем физическом состоянии за всю свою жизнь за всю включая подростковый возраст когда все вроде бы в максимально хорошей физической форме но что-то у меня так сложилось я не занимался особо не спортом ничем сейчас я просто в лучшей физической форме я у меня шикарная профессия любимая я веду людей к просветлению что может быть вообще лучше в этой жизни даже просто мечта у меня наконец-то вполне себе здоровая тусовка людей которые верят тоже в свое дело там причем через йогу ну как бы каждый тоже себя проявляет обязательно йогой профессионально заниматься достаточно к этому прикасаться тебя уже как бы во всем остальном опять же мы здесь тренируем качество ты их в другую жизнь у меня абсолютно здоровая тусовка не в плане того что все зожники все никто не пьет не курит делают зарядку а в том что люди понимают чего хотят от жизни и люди как-то готовы делиться этим ощущением меньше но вот опять же когда были там гитарные дела и там ведущие нам прямо большие интриги кому достанется заказ там агентство то есть соперничество соперничество здесь но она есть конечно все же люди но все как-то прямо открытые то есть прямо тусовка не какие-то такие и классно что можно себя найти как бы в любой йога тусовки куда бы ты не попал в принципе ты сразу хоп и понимаешь человека потому что какие-то вот есть такие схожести восприятия этого мира в принципе и это очень круто что куда бы ты не поехал куда бы ты не пришел придешь на йогу все все как будто и друзья уже до апреля что скажешь по поводу питания как-то оно изменилось благодаря йоге или в принципе нет я абсолютно я за то что йогу могут практиковать все ну опять же смотри я никогда не был там фанатов фастфуда и никогда ну то есть мне я не вегетарианец я не веган но у меня нету пристрастия там знаешь к стейкам я не могу жить без колбасы ну то есть я просто был довольно умеренный я вполне себе могу там сделать куриный бульон и с удовольствием его съем я не трактую там ахимсу не насилие как прямо все тем более ну в йоге есть свидетельство что там и мясо нужно употреблять и все остальное опять же среди аштангистов это тоже достаточно часто встречается что они не поддерживают веганство правоверные аштангисты поддерживают причем там довольно строго там и в йога-мале написано что растительная пища и толкуют это тоже скорее в пользу там то есть там яйца толкуются как тоже животная пища и аштангисты и вот которые прямо аштангисты они не едят яйца не едят мясо едят простая растительная пища процитирую позволю себе процитировать но это тема питания это тема для целого отдельного подкаста так что я себя не ограничиваю я просто никогда не был зависим прямо от этого сильно поэтому не было проблем но тогда у нас остается еще два таких вопроса очень кратких давай три назови три вещи за которые ты благодарен йоге это очень похожий вопрос на предыдущий но здесь именно перечисли три вещи за которые ты благодарен я даже пальцы загибал да почти мое тело и мой ум мой шикарный нет все 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 просто ну правда я благодарен за то что у меня сейчас шикарное занятие прямо занятие внезапное которому я очень радуюсь каждый день я это оставлю единственным занять этого достаточно мне кажется вообще для полного счастья в жизни потому что так ты будешь и здоровым и и радостным как бы что еще для жизни тебе нужно тебя будет окружать люди с которыми тебе будет приятно работать и что тебе еще нужно тогда второй вопрос это три совета для новичков вот может быть которые люди сейчас смотрят они может быть наконец-то загорелись начать заниматься йогой и вот чтобы ты посоветовал тем людям которые вот подумали завтра пойду на есть все очень просто с йогой должна случиться любовь но должна случиться если не случилось не надо себя пересиливать это просто кто-то бывает что знаешь новички идут на йогу подъезжу знаешь каких слышал в истории я сходила на йогу мне не понравилось а что не понравилось ну вот гамаки прямо не мое и ты такой какие гамаки что что не твое ну то есть да йога в гамаках пожалуйста даже может к тому вопросу о новых направлениях не может случиться любовь с йогой в гамаках почему бы нет но это как как сыр ты пробуешь сыр и такой ну мне не нравится сыр я не буду есть какой ты провал костром скотч типа попробуй бри попробуй ну ты здесь то же самое хочется заниматься йогой кажется что вот это ваше попробуйте если не случилось любовь там с первого раза сходите на другое занятие стилей вот столько все что называется хатха йогой придете к любому преподавателю там будет вообще другое то есть может случиться любовь с преподавателем в хорошем смысле слова то есть но это же круто когда есть прямо связь ты чувствуешь не человек дает вот вам все включилось вам все заработало просто попробовать что-то и и не нельзя не замыкаться это раз во-вторых не бояться потому что ну и у меня были комплексы что я не растянут и знаешь часто новички думают что на йогу идут растянутые люди максимальный в этом из вам зачем-то хвастаются друг перед другом насколько они на самом деле никто вообще никогда не смотрит на чужой коврик потому что всегда в своей практике вот никогда ты даже не смотришь как у того там человека получается и люди боятся того что на них там как-то посмотрит да никто вообще на вас не будет даже смотреть у всех своя практика и все занимаются для себя они для того чтобы показать там соседу по коврику как у тебя все получилось да ну и не замыкаться если но это был первый вопрос взять поставить там на ютюбе почему бы нет пускай сработает лучше такая практика чем никакой ну да я за то чтобы все практиковали в удобном комфортном режиме отлично но тогда мы уже будем закругляться и может быть ты хочешь поделиться какими то новостями какими-то анонсами или поблагодарить просто зрителей твои какие-то последние слова которыми ты хочешь поделиться последние слова на этом подка и слава да слушайте просто идите на йогу пускай правда йоги будет больше и счастливых людей будет больше из-за йоги потому что ну это же самая большая радость я как учитель я сначала когда когда приводил на йогу это было прям куда что-то ставишь с йогой приводил людей и прямо такой и когда как-то отзывается это круто когда я сейчас как преподаватель смотрю и вижу глаза горящие что у людей первые в жизни там бакасово прям ощущение полета да ты не стоишь на ногах и ты держишься над землей и люди летят и я лечу это же самое крутое да все 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 всем летать да ну тогда я хочу поблагодарить тебя ярослав спасибо большое что ты вообще принял участие в моем подкасте мне кажется у нас получился очень интересный такой информативный диалог я очень рада была что ты вообще присоединился спасибо тебе ну друзья все ссылки на ярослава конечно же будут в описании все анонсы также у ярослава есть супер крутой мерч который пока что недоступен но я думаю в скором времени он возможно скоро новая партия так что все ссылки будут внизу ну и на этом будем прощаться друзья всем пока